Ну вот и началась новая учебная неделя. Хотелось бы в нашу студию пригласить отличников, но сегодня мы видим только лучших ударников. Да, в самом начале программы мы говорили, что сегодня день барабанщиков. И в студии у нас сегодня Максим Тихонов, музыкант, барабанщик, ударник. И я вижу, вы пришли не один, а с юным дарованием. Здравствуйте. Доброе утро. Поздравитесь. Мальчишки, привет. Здравствуйте. Я вижу ваши лица такие грустные, потому что учеба началась, а так хочется еще отдыхать все лето. Да, подскажите, пожалуйста, и расскажите, во-первых, с кем пришли? Это ваши ученики? Да, это мои ученики. Закончили в прошлом году первый класс, сейчас у них уже второй. Уже маленько могут кое-что продемонстрировать, сегодня вам покажут. Отлично, будем с удовольствием ждать, а вы, дорогие телезрители, не приключайтесь, потому что все самое лучшее здесь и сейчас. Как вы пришли в профессию или это для вас хобби? Да нет, это сначала хобби это стало, да, потом это стало смысл жизни и стало моей профессией. Ну, все по-простому, в юношеские годы – хэви металл, и все, и эта музыка меня как молнией поразила. В свое время я стал коллекционировать сначала кассеты, потом вдруг пришел к такому выводу, а как так, произведения такие сложные, барабанщик, руками, ногами, как он-то так долго играет. И в 92-м году я стал искать себе учителя, нашел его благополучно. И с той поры уже 31 год я играю. 31 год. 31 год – это большая цифра достаточно для музыканта. Да, больше, чем полжизни уже. Барабанщик – это ваша профессия или все-таки это отдельно отведенное время и только хобби? Нет, это полностью моя профессия, сейчас на данный момент я только занимаюсь этим. Максим, скажите, я так понимаю, вы участник группы, а также преподаватель по ударным инструментам? Да, все правильно. А в какой группе вы играете? Я играю в Иркутске в кавер-группе «Максимум». Если кто не знает, ну ничего страшного, ничего не потеряли. Но суть не в этом. Я зарабатываю тем, что выступаю вечерами, как бы пятница, суббота, и плюс к этому в течение всей недели, в учебный год я преподаю в музыкальной школе. В Ангарске преподаете? Да, в Ангарске. Вторая музыкальная школа. Такие вот у нас есть таланты, понимаешь, и в Ангарск ездят, и в Ангарск преподают, и в Иркутск еще ездят. Мальчишки, школьники, какой класс именно в настоящей школе, где учат грамоте? Я третий. Второй. Вы с настроением пошли в школу? Да. Ну, смотрю, не очень. Просто в третьем классе веселее, понимаешь? Да, это я понимаю. Расскажите немножко о коллективе, сколько у вас человек, в каком направлении, какая музыка, что интересного? Да, коллектив-то на самом деле кавер, команда, которых сейчас много на просторах нашей страны. Ну, это не самая интересная часть. Я бы вот хотел за историю барабанов рассказать. Можно? С удовольствием. Короче, вот смотрите, мы разобрали, есть этнические барабаны всякие разные, джемби, конга, бонга, которые там любят ребята играть. Многие об этом сейчас знают, в магазинах музыкальных того полно. Но я решил остановиться к этой программе именно на стандартной установке, которая сейчас самая популярная. То есть, все основные стили музыки, от тяжелых до джаза, все играется. Вот именно так вот, да. То есть, откуда это все вообще пошло? На самом деле, эти барабаны в века, когда еще там Петровские войны, там Наполеоновские, барабаны выполняли функцию на войне, грубо говоря. Это были, помимо того, что марши, чтобы солдаты ровно строем шли, плюс это поднимает боевой дух своих войск, наводит ужас на противника. И барабаны выполняли еще функцию сигнала, потому что руками, если в барабаны играть, это довольно-таки тихо. Если окружение там танца танцует, можно и руками поиграть. Но если взять палочки, то это будет уже достаточно громко. Изначально функция барабанов была военная. Но потом шло время, войны были не всегда. И войны, когда заканчивались в мирное время, барабанщики и духовые оркестры выполняли функцию развлекательную. То есть, начинали играть танцы, всякие вальсы, что по тем временам было модное, да. Вот они играли, играли, а в конечном итоге было три человека, которые играли на барабанах. Вот этот бас-барабан, например, его носили на груди видельное, на военных парадах. То есть, барабанщик бьет колотушкой туда, в этот барабан. Малый барабан, в него отдельный барабанщик играл. И был еще один барабанщик с двумя тарелками. Вот их три человека минимум должно было быть. Но тут наступил такой исторический момент. Настал начало 20 века, эпоха появления джаза. И жадность американских продюсеров сделала свое дело. Они сказали, зачем платить троим? Надо просто посадить одного, одному платеж, а он должен функцию выполнять троих. Поэтому бас-барабан поставили на пол. Туда приделали педаль с колотушкой. Две тарелки тарелочника уволили. Приспособили на такую штучку хай-хета, она стала цыкой. И малый барабан поставили перед собой. И вот, один барабанщик мог выполнять всю функцию. Но кто бы мог подумать, что это так разовьется, что в начале 21 века ребята такое вытворяют. Ну, например, я уже сегодня говорил про барабанщика группы Slipknot. Да. Это, мне кажется, повторить невозможно. То есть у него за минуту, насколько я не ошибаюсь, последний рекорд был 2000 ударов. Ну, 2000 там я не знаю точно, но да, он такой быстрый, ребят, парень. Ну, сейчас, кстати, ребята идут на рекорд. Такие ребята никому не известные, молодые, там вообще с такими просто скоростями играют. Порой думают, что вообще я там даже рядом не валялся. Ой, можно я скажу? Срочно, а то молчи, улыбайся. Почему на сегодняшний день, вот ваша точка зрения, так активно пользуются спросом именно барабаны? То есть не гитары, да, вы помните, там подъезды какие-то, гитары, сиренады в конце концерта. Действительно сейчас мы стримим, да. А вот на сегодня, откуда ни глянь, барабаны. С чем это связано? Ну, я скажу вам, что, например, был такой период, да, какой-то вот закат Советского Союза. Почему гитара? Она более доступна, и девочек клеить проще под гитару. Песню спел про батарейку, и все, это уже фаворит во дворе. Барабаны стоят дорого, и барабаны... И с собой не потаскаешь. Барабаны с собой не потаскаешь, и это кошмар всем соседям. А в советское время они были, ну, только в ДК, если в каком-то там, или в красном уголке, в ПТУ, там можно было поиграть. Так просто их на улицу тоже не выволочишь. А сейчас такое время, когда много стало. И по интернету мы же видим, что, допустим, в тех же там, в южных регионах где-то люди на улицу выходят, много играют, те же самые барабанщики. И сейчас кто во что гораст, на самом деле, и на электрогитарах играют, и на барабанах, и на всех инструментах. Наверное, я бы не сказал, что прям только самый топ барабанов. Но взлет такой определенный, потому что стало доступно. Это можно сейчас купить. Хоть там через интернет, хоть в магазине, магазинов развелось. Там есть цены, барабаны стали доступны, потому что есть более дешевые. Профессиональные не можешь, дорогие себе позволить, покупаешь дешевые, допустим. Вполне хватает для начала. Сейчас еще появилась такая тема. Люди на чем только не играют. Играют там, смотришь, ребята какие-то на мусорь. Да, на бутылках, на сковородках, на кастрюлях. Да, там какие-то куски железа какие-то, на ведрах, на пластмассовых из-под краски. Короче, кто во что гораст. Но я думаю, основа всего течения, почему именно вообще барабаны всю жизнь цепляли. Потому что, наверное, самый первый ритм, это были барабаны, именно самая первая музыка была. Начало учебного года. Можно ли к вам уже сейчас прийти? И нужно ли иметь какой-то ритмический слух? И как вообще происходят дела? Так, ну можно прийти, мы послушаем, посмотрим. Ну и глянем вообще, что с человеком можно там сделать, нельзя. Это как бы уже дополнительный вопрос. Какого возраста? Просто приходите, интересуйте. Желательно с шести лет. Потому что дети помладше, они еще не совсем усидчивые. Все-таки этим надо заниматься как бы по организованию. Ну, ритмический слух достаточно серьезная вещь. Открою вам большую тайну. Многие люди до сих пор спрашивают, а что в барабанах есть ноты? Я вам скажу, ребята, да, в барабанах есть ноты. Вы представляете? Это же ритмика. Да, непонятно, что могут делиться. Нет, имеется в виду, что да, все основа ритма, если ритм записывается в ноты, там, на фортепиано, то, конечно, на ритм можно и на барабаны записать. Можно было бы? Конечно. Вот, кстати, вы говорите, будет громко там записывать. Может быть, мы продемонстрируем пэд? Вот, тоже новинка нашего времени, чтобы не было громко, потому что все время играть в барабан, это все время давление по ушам. Вот я вам привез разные варианты пэдов, показать, какие они бывают. Вот пэды, это, грубо говоря, такая резинка на фанерке такая приклеенная, да, но они вот в магазинах красивые, раньше таких не было в магазинах. Мы их сами делали, какой-нибудь там дядьке знакомым на завод придешь, он тебе бокситкой там приклеит. Оно выглядит безобразно, но ее самая основная функция, то, что на барабане это все громко, а на пэде это на порядок тише, а отскок тот же, и, в принципе, можно. Ну, вот типа такого. Круто. Мальчишки, видали, как смотрят? Прямо, это, прям не дышат. Может, ты можешь отдать что-нибудь поиграть? Все, 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 остановись уже. Браво, молодец. Круто. Сколько лет нужно заниматься? Постоянно занятия, и когда ты смотришь других каких-то ребят, они тоже вроде занимаются, немало думаешь, он, наверное, всему научился, но он так играет, такой думаешь, мне еще есть куда стремиться. Но когда с такими разговариваешь, они сами говорят, да я еще практически ничего не умею. И так, и до бесконечности. Да. Так. Спасибо. 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 Спасибо вам огромное, что пришли. С удовольствием ждем вас еще в гости с вашими новыми нотами, новой музыкой, новым вдохновением. В общем, вам, мальчишки, хорошего учебного года, год только начинается, и музыкального года вам тоже хорошего. Достижения новых высот, совершенства нет предела. Я напоминаю, что с нами был наш гость Максим Тихонов. Да, и его, друзья. Всех люблю, всех обнял. До свидания.